1 война никогда не должна вестись ну ты толстый неудачник который живет в подвале своей матери на кону все наши задницы это все равно что пойти в казино и увлечься болезнью азартных игр украина не переживет еще 58 месяцев в нынешних условиях русские прекрасно знают почему они сражаются я не знаю видели ли люди то что происходит в харькове прямо сейчас противовоздушная оборона выведена из строя теперь русские могут сбрасывать планирующие бомбы на харьков харьков всегда был одним из тех мест где была мощная противовоздушная оборона и националисты и украинские военные могли действовать внутри харьковского городского округа с чувством знаете ли неуязвимости больше нет россия сбрасывает бомбы на центр харькова прямо сейчас уничтожая эти цели это конец способности харькова сопротивляться украине придется сдать харьков в ближайшие недели я полагаю потому что у них нет шансов удержать его он будет окружен там могут быть какие-то закоренелые националисты но в конце концов это конец грузу и это будущее каждого отдельного места которое россия хочет захватить прямо сейчас украинцы не способны организовать устойчивую сплоченную оборону потому что теперь россия применит системы вооружения которые могут работать с большей степенью свободы потому что у украины больше нет средств противовоздушной обороны так что как только украинцы подтянут войска разместят их и окопаются бум 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 они мертвы прибывает подкрепление бум они мертвы ещё до того как мы доберемся до поля боя командиры пытались встретиться чтобы обсудить их бум они мертвы приезжают люди из тыловых служб и говорят где нам разместить топлива бум они мертвы еще до того как они успеют поговорить об этом. Россия контролирует воздушное пространство. И дело не только в том, что сейчас делает Россия на поле боя с этими планирующими бомбами, но и в том, что она делает в тылу с помощью беспилотников. Теперь они просто накрывают тыл, уничтожая все, что движется. А затем вы сочетаете это с тем фактом, что Россия снимает перчатки, когда дело доходит до стратегической воздушной кампании. И начинает применять гиперзвуковое оружие Циркон, Кинжал, Кинжал-М. Но теперь, когда все средства противовоздушной обороны выведены из строя, даже беспилотники, которые были в значительной степени выставлены в качестве приманки, говоря, вот все 50 беспилотников, стреляйте по ним своими ракетами за миллион долларов. Больше нет ракет за миллион долларов, чтобы стрелять по ним. Так что теперь беспилотники наносят удары по стратегическим целям. Все кончено. Все кончено для Украины. Так что вы знаете, что экономисты, они вообще никогда не были правы. Они всегда были антироссийскими. Итак, тот факт, что они сейчас строят догадки, является своего рода их признанием того, что возможно Россия что-то делает правильно. Но даже в этом случае они не могут быть честны в отношении неизбежности и неотвратимости краха, который происходит в Украине. Я видел, что ты написал статью в консорциум Ньюс. Французы написали о ядерной войне. И по вашему мнению, куда мы движемся, если посмотреть на поведение французского президента Эммануэля Макрона? Я имею в виду, что это очень сложный вопрос. И это затрагивает психологию Франции и психологию этого эксперимента с Европейским Союзом, к которому Франция присоединилась. Это затрагивает психологию Франции в том, что касается НАТО, и тот факт, что Франция всегда была в некотором роде. В некотором роде запугана НАТО, потому что они чувствовали себя недостаточно сильными, чтобы уменьшить свое значение в глазах НАТО. Макрон был человеком, который смотрел на Европу. Смотрел на Америку, смотрел на Россию и говорил, я не хочу, чтобы Европа стала полем битвы между этими двумя сверхдержавами. И следовательно, вместо того, чтобы позволить Европе быть поглощенной американскими национальными интересами и внешней политикой, пришло время Европе встать на свои собственные ноги, определить свои собственные параметры безопасности и придумать свои собственные средства, отдельные от НАТО, чтобы защитить их. Это довольно здравая мысль. Удивительно, если бы вы когда-нибудь, если бы вы когда-нибудь сели с Путиным, который говорил, нам нужна новая европейская система безопасности, они говорят то же самое. Они говорят то же самое. Путин говорит, эй, Европа, давай поговорим с тобой. Избавься от этих американцев, потому что они нарушители спокойствия. Давай просто поговорим с тобой. Мы сделаем так, чтобы это сработало. Украина может присоединиться к Европейскому Союзу, если они этого хотят, но они не могут быть частью НАТО. Они не могут быть частью какого-либо военного альянса на нашей границе. Но если вы хотите интегрировать их экономически, не стесняйтесь, если вы собираетесь заплатить цену, но не просите нас заплатить эту цену. Если вы хотите, чтобы это было сделано, вы берете на себя ответственность за этот беспорядок, эту развалину под названием Украина. Но если нет, то мы сделаем это. Но вы, ребята, держитесь подальше от этого, потому что мы не можем смешивать две системы. Но Россия была более чем счастлива поговорить об этом с Макроном. Но затем, вы знаете, Соединенные Штаты и НАТО, НАТО это ядовитая пилюля Европы. Вы знаете, настаивали на том, что Украина имеет право на членство. А Россия провела красную черту, и теперь мы находимся там, где мы находимся. Но Макрон, как и остальная Европа, колебался в том, чтобы слишком агрессивно вмешиваться в украинскую проблему из-за страха расширения этого конфликта. Они не хотели мировой войны с Россией. Но Соединенные Штаты давят, давят, давят. И как только вы сделаете это, это все равно, что пойти в казино и увлечься болезнью азартных игр. Вы знаете, вы заходите туда с 500 долларами в кармане и говорите, я собираюсь сыграть только на 500 долларов. Если я проиграю, я уйду. Но потом ты проигрываешь и говоришь, ну что же, в моем кошельке есть банкоматная карта. Я могу снять 1000 долларов. Но как только это будет сделано, я уйду, но может быть я верну свои 500 долларов обратно. Следующее, что вы знаете, вы потеряли 500 долларов, затем вы потеряли 5 долларов 500. Теперь ты достал свою кредитную карту, потому что ты не просто снимаешь наличные, потому что у тебя больше нет наличных, и ты сжигаешь 8 долларов 0 на своей кредитной карте. Затем ты звонишь в банк, берешь ипотечный кредит, а затем забираешь деньги из фонда на обучение детей в колледже. И теперь ты так глубоко увяз в этом деле, что не можешь уйти, потому что твоя единственная надежда это чудо, бросок кубика или вращение колеса. Вот в чем дело. Чудо спасет тебя. И вот в каком положении сейчас находится Франция в Европе. Они купились на эту американскую чепуху и надеются на американское чудо, говоря, что вы, ребята, спасете нас, верно? Америка сказала, извините, у нас здесь внутренняя политика. У нас президентские выборы, и это безумие, что делает Конгресс. Мы отступаем. Мы не можем дать вам те деньги, которые обещали. Мы отступаем. И Макрон наклоняется вперед и говорит, подожди минутку, теперь я сам по себе. И видишь ли, он не может признать, что он никто. Он не может признать, что Франция это всего лишь страна среднего размера, не имеющая реальных возможностей. Что у Франции нет никакого значимого потенциала для проецирования военной мощи. Франция это ничто, экономически ничто. Он не может признать это, потому что признать это означает, что Европа это ничто, что этот эксперимент с Европейским Союзом провалился. Это также означает, что НАТО это не более чем то, чего всегда боялась Франция. Не более чем расширение американской национальной безопасности, внешней политики, политического императива. И вместо того, чтобы признать правду и попытаться спасти положение, отступив и сказав, что мы можем здесь спасти. Он собирается удвоить ставку. Он берет все, что у него есть, и кладет это на стол, и он угрожает положить это туда. И то, что он говорит, это то, что они знают, что Украина находится на грани краха прямо сейчас. Она рушится, это происходит прямо сейчас. Они знают, что все кончено. И единственный шанс, который у них сейчас есть, это вовлечь НАТО. Но НАТО не собирается вмешиваться по собственному желанию. Так что вам нужно обманом заставить НАТО вмешаться. Так что французы собираются обмануть НАТО, вступив в игру, разместив силы на растяжке, два человека, способные расшириться до 12 человек. Способные вырасти до 20 человек, если вы привлечете Прибалтику. И как только вы получите 20 человек, а затем если вы привлечете поляков, британцев и других, вы можете довести это число до 60 человек. И если вы блефуете перед русскими, чтобы они не атаковали эти 60 человек, они могут быть мгновенно преобразованы в силы НАТО посредством встречи в соответствии со статьей 4. И теперь у нас есть войска НАТО на западе Украины, проецирование военно-воздушных сил и вы спасли положение. Вы внезапно спасли ситуацию. Проблема с этим сценарием заключается в том, что русские не играют в мяч. Они уже сказали, что как только первый французский ботинок вступит на землю, мы его убьем. Ты хочешь, чтобы два французских ботинка вступили на землю? Мы убьем их. Ты хочешь, чтобы мы убили 60 человек? Ты никогда не добьешься, чтобы эта сила вступила в игру. И теперь Франция сидит там и говорит, хорошо, если они это сделают, как нам теперь с этим справиться? Хорошо, так что мы вводим французские силы. Теперь они собираются атаковать. Теперь мы собираемся перебросить сюда самолеты. Они собираются сбить их. Итак, теперь мы собираемся обратиться к НАТО и спросить, вы придете, чтобы спасти нас? И вот в чем заключается риск. Собирается ли НАТО сказать да или оставить французскую Францию в подвешенном состоянии? И вот в чем заключается вопрос для Джо Байдена прямо сейчас, в год президентских выборов. Франция ставит его на карту. Собирается ли Джо Байден сказать, нет, мы уходим из НАТО после всех тех звуковых фрагментов, где он говорит, что это священная миссия. Мы никогда не уйдем. Собирается ли он уйти? Или он собирается сказать, боже, я баллотируюсь на пост президента. Я должен это сделать. Мы не уходим. Выпусти Кракена, отправь самолеты. А теперь Россия говорит, подождите минутку, эти самолеты взлетели с территории НАТО. А затем Россия уничтожает все эти объекты, используя активы, которые поступают из глубины России. Так что теперь НАТО говорит, ну что же, мы должны нанести по ним ответный удар, и они посылают ударную группу, чтобы уничтожить их. Они поражают авиабазу Ингалс, где находились бомбардировщики Медведь. Но некоторые из этих бомбардировщиков Медведь являются частью стратегического ядерного сдерживания. И теперь они только что уничтожили часть стратегического ядерного сдерживания России. Что в соответствии с российской ядерной доктриной означает, что вы объявили России эквивалентную ядерную войну, и теперь Россия нанесет по вам ядерный удар. А теперь Россия нанесет ядерный удар по центрам принятия решений в Европе. Это произойдет. Россия не блефует. А теперь Джо Байдену придется сидеть там и говорить. Ну что же, я пытаюсь позвонить в Лондон, но они не берут трубку, потому что это дымящаяся дыра. В Париже их тоже нет. В Брюсселе никого нет. Черт возьми. А русские спрашивают, ты хочешь кусочек этого? И теперь Джо Байден должен принять решение. Хочу ли я пожертвовать Америкой, потому что пути назад нет. Если вы нанесете ракетный удар по России, потому что вам нужно доказать, что вы мужчина, все умрут. Вот в чем опасность этого, и это реальная опасность, потому что французы в отчаянии. У них есть отчаяние игрока за столом, который не может уйти из-за стола и готовится пойти ва-банк. Но проблема в том, что на кону не только их задницы, на кону все наши задницы. И именно поэтому я написал эту статью, потому что крайне важно, чтобы люди понимали, где мы находимся прямо сейчас и насколько опасна эта ситуация. Другая проблема заключается в этих ракетах Таурус, этих ракетах большой дальности, которые могут поразить российскую территорию, некоторые цели в России. Как вы думаете, это станет путем к эскалации до какой-то ядерной войны? Нет, ни в коем случае. Россия уже ясно дала понять, что не собирается сбрасывать ядерную бомбу. Первый из всех. Хорошо так, что они наносят удар. Россия ясно дала понять, что может заставить Украину исчезнуть за один день, используя обычное оружие. Они готовятся к этому снова и снова и снова и снова сейчас. Так что ты знаешь, Россия этого не сделает. Россия выиграет эту войну. Россия уже выиграла эту войну. Зачем им сейчас менять алгоритм? Так что Украина запускает ракету Таурус и получает удачное попадание, убивает несколько человек, взрывает мост и так далее. Так что теперь Россия собирается отреагировать слишком остро и отказаться от всего, над чем они так усердно работали, чтобы добраться сюда. Нет, Россия просто продолжит, может быть ускорится еще немного, принесет еще немного боли. Но ты продолжишь придерживаться курса, ограничишься Украиной. Так вот, если эти ракеты находятся на борту самолетов, которые взлетят с румынских или полярных авиабаз, то это уже совсем другой вопрос. Это прямой конфликт между НАТО и Россией. И тогда мы окажемся на шоссе к холму. Но ты же знаешь, Россия уже смирилась с тем фактом, что украинцы сейчас самоубийцы. Ты же знаешь, ты должен понять, я имею в виду, что это несовершенная аналогия. Но ты когда-нибудь проходил подготовку в качестве спасателя или что-то в этом роде, где тебе приходится нырять за тонущим человеком? И что тебе говорят? Тонущий человек не осознает, что ты идешь ему на помощь. Он будет бить тебя, он будет метаться, он будет биться головой о тебя. Он будет пытаться утащить тебя вниз, чтобы спасти себя. Именно это сейчас происходит с Украиной. Они находятся в океане, они мечутся, они умирают, и любой, кто приблизится к ним, будет утащен Украиной под воду. Вот в чем заключается этот факт. С тех пор, как Байден пришел к власти, если вы помните его первое интервью CNN, интервьюер говорил о том, считаете ли вы его убийцей детей. И он сказал, да, я думаю, что так оно и есть. И только сегодня, буквально вчера, он снова сказал, что назвал Путина мясником. Когда дело доходит до такого рода обзывательств, особенно когда дело доходит до лидеров этих сверхдержав. А на Путин, в то время как они стремятся к такому типу поведения, которое они совершают, не похоже, что это закончится чем-то хорошим для внешней политики США. Я имею в виду, что все, что сделал Байден, это опозорил себя и опозорил Соединенные Штаты. Просто, во-первых, это просто несколько не только иронично, но и лицемерно для Джо Байдена или любого американского президента разбрасываться именами. Каждый американский президент запятнан кровью невинных мирных жителей со всего мира. Джо Байден в первую очередь среди них, не только за время своего президентства, но и за время своего вице-президентства, за время своего сенаторства. Я напоминаю всем слушающим, что Джо Байден был сторонником вторжения в Ирак. Джо Байден выступает за каждую военную интервенцию, предпринятую Америкой. Не было ни одного гражданского населения, на которое он не хотел бы сбросить бомбу. Так что вы знаете, если кто-то и является мясником, если кто-то и является убийцей, то это Джо Байден. Но вы не видите, чтобы русские заявляли об этом, потому что русские понимают, что Джо Байден представляет американский народ. Он является лидером американского народа, и это не тот способ, которым нужно вести бизнес. Вы не называете людей по именам. Вы должны сесть с этими людьми и попытаться вести с ними дела с позицией взаимного уважения. Это единственный способ добиться ответственного диалога, дипломатии, которая позволит решить эти проблемы без войны. Так что русские не занимаются обзывательством, хотя они находятся в лучшем положении, чтобы обзывать людей, чем другие. Но это также показывает, что это означает, что у Соединенных Штатов нет реальной политики. Вы видите, если бы у нас была реальная политика в отношении России, мы были бы сосредоточены на выполнении этой политики. То, что происходит, я думаю, вы, ребята, люди, которые находятся в социальных сетях, видите это очень часто. Вы знаете, вы вступаете в дискуссию, кто-то что-то говорит, вы отвечаете какими-то фактами. Они возражают, вы должны ответить на факты, на которые они не могут ответить. Так что они говорят, ну ты толстый неудачник, который живет в подвале своей матери. Ну нет, но какое это имеет отношение к тому, о чем мы только что говорили? Никакого. Но у них больше нет аргументов. Так что пока Россия противопоставляет Америке пустоту ее политических целей, не только на Украине, но и в Израиле, по всему миру. Пока Россия обходит Америку дипломатически со всех сторон, Джо Байдену ничего не остается, кроме как сказать, что он мясник. Это заставляет его чувствовать себя лучше. Это заставляет его чувствовать себя так, как будто он выиграл дебаты. Но он ничего не выиграл. Он просто унизил себя, унизил Америку и, знаете ли, лишил Америку всякой надежды на то, что она попытается усадить Россию за стол переговоров. Потому что зачем, какой стимул у России вступать в переговоры с Соединенными Штатами, когда их главнокомандующий говорит о российском лидере с такой безосновательной насмешкой. Есть несколько сообщений, опубликованных Daily Mirror, и в них говорится о том, что несколько англичан сражаются на стороне русских. Мы видим это разделение внутри наций. Как вы думаете, в конце концов, эти политики возьмут на себя какую-либо ответственность за эту глупую политику, которая убивает множество людей? Ну, во-первых, я просто возьмусь за это, исходя из того, как сформулирован вопрос. Русские знают, что это не глупая война. Русские защищают русских. Эта война ведется из-за восьмилетней резни украинских националистов против русского населения. Эта война ведется из-за того, что Запад использует Украину в качестве марионеточного государства для того, чтобы подорвать и уничтожить Россию. Русские прекрасно знают, почему они сражаются. Именно поэтому 1,5 добровольца каждый день отправляются воевать. У Америки был дефицит набора персонала в 64 человека. Армии США пришлось сократить 24 вакансии в армии из-за нехватки людей. Они сокращаются, потому что никто не хочет сражаться за Америку. Британская армия сокращается. Французы уезжают. НАТО разваливается. Никто не хочет воевать за Запад. На Украине закончились мужчины. Люди убегают. Им приходится обходить людей и бить их по голове, чтобы пойти воевать. России в этом нет необходимости. Так что не говори, что это глупая война для русских. Они сражаются за свое экзистенциальное выживание. И если ты этого не уважаешь, то ты не понимаешь, о чем вообще эта война, и тогда просто бессмысленно вести диалог. Русские прекрасно знают, что они делают, пока они в Украине. Они знают, что происходит. Они знают, почему это происходит. И они готовы сражаться и умереть за это. Добровольцы, добровольцы, добровольцы прибывают. Добровольцы не прибывают. Теперь ты знаешь, к чему я клоню. Смотри, я уже говорил это в России и скажу это за пределами России. Я американец. Хотя я знаю историю и верю, что Россия находится на правильной стороне этого конфликта, эта война не моя война. Я здесь не для того, чтобы сражаться на стороне России. Я здесь для того, чтобы просвещать американцев реальности, просвещать иностранцев реальности конфликта, чтобы они могли лучше понять и оценить ситуацию. Но сражаться в этой войне должны русские. Так что я всегда немного раздражаюсь, когда вижу, как иностранцы сражаются на этой земле. Как американец, я сражаюсь только за свою страну. Я повешу американский флаг на плечо. Я уйду и буду сражаться и умру за американское дело. Иногда это дело является справедливым делом. Иногда это не является справедливым делом. Как солдат, матрос, летчик или морской пехотинец, ты не можешь выбирать. Ты просто говоришь, что я здесь для того, чтобы служить, и молишься о том, чтобы твои политики отправили тебя на миссию, достойную той жертвы, которую они просят тебя принести. Ты знаешь, так что всякий раз, когда я вижу кого-то, кто говорит, что я британец, сражающийся за Россию, я такой, ну что же, это твое дело. Но я не собираюсь аплодировать тебе. Русские могут аплодировать тебе, это их дело. Я имею в виду, что если бы я был русским, я бы поблагодарил тебя за то, что ты приехал. Но как американец, я такой, ну что же, за что ты стоишь? Ты британец? Ты не русский. Ты едешь сюда. Зачем? В чем твоя мотивация? Ты искатель приключений? Ты хочешь приехать сюда, чтобы убивать? Ты просто военный турист? В чем твоя истинная мотивация? Ты свободно говоришь по-русски? Ты пропитан русской историей? Твоя жена из России? Что привело тебя туда, чтобы сделать это? И видишь ли, мне никогда не пришлось бы сомневаться в готовности русского сражаться на их собственной войне. Я знаю, откуда они берутся. Но когда они говорят, что я француз, сражающийся за Россию, или все эти идиоты, едущие на Украину и делающие то же самое, или все эти американцы, которые говорят, что это мой патриотический долг. Нет, это не так. Америка не воюет с Россией. Это не твой патриотический долг, надеть украинскую форму и сражаться в этом конфликте. Так что я, ты знаешь, всякий раз, когда я вижу иностранцев, сражающихся за другие страны, это не значит, что это не касается и этого конфликта тоже. У меня с этим проблемы, потому что ты знаешь война. Первый, война никогда не должна вестись. И самое лучшее, что можно сделать для предотвращения войны, это чтобы национальное государство делало все, что в его силах, не прибегая к войне. Для решения проблем, которые ведут к войне. Национальное государство, интересы народа, коллектива, правительства, действующего в их коллективных интересах. Как только вы начинаете привлекать посторонних, вы как бы затуманиваете, вы как бы мутите эту воду. Теперь это становится чем-то другим. Я думаю, вы знаете, что война, если она все-таки состоится, должна быть чистой. И под этим я подразумеваю чистый конфликт между двумя конкурирующими нациями, или двумя объединяющимися коалициями, где на кону стоят национальные интересы. Потому что единственный способ разрешить войну, это когда люди переосмыслят, в чем заключаются их национальные интересы. Все эти люди, которые приезжают сюда, сражаются как иностранцы. Они здесь только для того, чтобы сражаться. Они здесь только для того, чтобы нажимать на спусковые крючки. Они здесь только для того, чтобы убивать. Они здесь только для того, чтобы получить острые ощущения. Они здесь только для того, чтобы заработать деньги. Но они не являются частью национальных интересов. И поэтому я отвергаю их. Я надеюсь, что все они в конечном итоге смогут вернуться домой. Я бы предпочел, чтобы они вернулись домой, не участвуя ни в каких боевых действиях, потому что, откровенно говоря, если вы русский, воюющий с Украиной, и ваше правительство вело санкции против этой войны, и вы убиваете украинца, вы не убийца, вы солдат. Но если вы британец, который приезжает сюда, надевает российскую форму, отправляется туда и убивает украинца, вы убийца. Ты там, где тебе не место. Ты убиваешь людей, с которыми у тебя нет реальной вражды. Они не воюют с Великобританией, они воюют с Россией. И теперь ты здесь, ты убиваешь их. Ты убийца. И вот как я отношусь к наемникам. Я чувствую, что независимо от того, являетесь ли вы американцем, британцем или кем-то еще, если вы сражаетесь за страну, которая не является вашей и убиваете людей. Вы убийца. Вы не можете сказать, что я делаю это по какой-то причине, потому что единственная причина, достойная этого, это защита вашей нации в соответствии с международным правом. Если вы находитесь там и сражаетесь на чьей-то чужой войне, вы убийца.